Вижу, что со звуком все хорошо. Настройки все есть. Отлично. Тогда можем начинать. Позвольте я представлюсь. Меня зовут Олимпия. Я являюсь руководителем отдела продаж компании Sea Company. И наша компания является официальным представительством зарубежных отелей. Сегодня я буду рада вам рассказать о нашем отеле, который расположен в регионе Хуахин. Два отеля. Это резортные отели The Beach Village Resort и Oriental Beach Pirol. Благодарим наших партнеров, компанию Fun&Sun, за организацию данного вебинара. И по традиции, как обычно, в конце нашего вебинара у нас будет проходить розыгрыш с подарками от партнера. Поэтому, пожалуйста, принимайте активное участие, задавайте вопросы, оставляйте обратную связь. И после, вебинар наш подлится порядка 45-50 минут, после мы с вами с удовольствием проведем. Я буду рада провести данный вебинар. А пока начинаю, скажите, пожалуйста, кто-то слышал о регионе Хуахин, кто-то, может быть, бывал. Напишите, пожалуйста, есть ли кто-то там отдыхал или, может быть, был не так давно, потому что регион нестандартный, регион нетипичный для Мальдив, регион очень интересный. И, конечно же, здесь есть чем заняться, но, в частности, то, что предлагают наши отели и сами курорты, всегда гостям есть, как занять свой досуг. Хорошо, вижу, пока что сейчас у нас не такой активный, но, тем не менее, не стесняйтесь, пишите. Если в ходе нашего вебинара будут вопросы, они уверены, что будут, пожалуйста, задавайте их, и по окончанию вебинара я обязательно на них отвечу. Итак, начну с того, что регион Хуахин – это нестандартный и не такой известный регион, как известный Паттайя, Пхукет и прочие регионы Таиланда. Однако он славится своей эксклюзивностью. В чем же эта эксклюзивность? Собственно, сам курорт и отели четырех звезд, оба отеля являются отелями четыре звезды, на которой располагается наш курорт, располагается в непосредственной близости от национального парка Сам Рой Йод. Это один из древнейших, один из известнейших национальных парков, и сам регион является излюбленным местом для отдыха местной элиты, поскольку он является более размеренным, более спокойным, не таким шумным, как Паттайя, Пхукет, Бангкок. Таким образом, гости, которые останавливаются в Хуахин и непосредственно на территории курортов, располагающихся в близости национального парка Сам Рой Йод, предпочитают более спокойный и более уединенный отдых. The Beach Village Resort – это дизайнерский курорт, который представляет из себя вилы. Если мы говорим о том, каким образом можно добраться до нашего курорта, соответственно, ближайшая доступная по логистике точка – это Бангкок. И далее из Бангкока на трансфере, что занимает порядка 4 часов, вы добираетесь уже до самого отеля. От Хуахина отель располагается буквально в 40 километрах. Для организации трансфера также возможно использовать услуги через наших партнеров, компанию Fun and Sun, либо заказать также в самом отеле, через сам отель. Курорт «Парк Сам Рой Йод» переводится как «гора 300 вершин». И чем же он известен? Он был открыт еще во времена Короля Рамы. И считается, что это место является местом созидания, тем местом, где люди могут видеть прекрасное, побыть наедине с собой. И этот парк является действительно одним из самых красивейших в стране. И обязательно местом для посещения. Рядом с нашим отелем, в 15 километрах от отеля, располагается небольшой городок Прамбурри, где можно посетить цикадо-маркет, различные фудкорты, попробовать местную кухню, либо также купить местные продукты по очень доступным ценам и проготовить у себя непосредственно на вилле. Анна, про пляж обязательно расскажу, у нас по нему будет отдельный слайд. Итак, инфраструктура отеля представляет собой 31 виллу. И, как вы видите, виллы достаточно комфортные, от 52 до 120 квадратных метров. Таким образом, есть возможность разместиться с семьям с детками или нескольким семьям в одной вилле. И особенность данного курорта в том, что все виллы отдельно стоящие, и, соответственно, у двух вилл имеется доступность к одному бассейну. То есть это курорт, который разделен на 10 блоков. И таким образом, у каждого из блоков, в данном случае это две виллы, есть возможность разместиться в данном отеле. Мы сейчас рассказываем про The Beach Village Resort, курорта Хуахин, отель 4 звезды. Итак, помимо вилл, также есть национальный ресторан, ресторан традиционной тайской кухни «Коконатс». Он вмещает до 70-80 персон. Там же сервируются завтраки, обеды, ужины. Предоставляются дополнительно, конечно же, услуги массажа и косметические процедуры. Есть небольшой конференц-зал и комната для переговоров, для организации МАЙС, для МАЙС-возможностей, либо для небольших инцентив-групп. И также, конечно же, консерв-служба, экскурсионное бюро. В экскурсиях расскажу подробнее. Их достаточно много, и в регионе действительно есть, что посмотреть. Теперь наш отель, как и следующий отель, Rental Beach Village Resort, это дизайнерский отель, как я говорила ранее, да, и все виллы были абсолютно полностью отреновированы. Так, с 2018 года у нас появилась категория премиум вилл, которая отличает наличие кофемашины и микроволновой печи. Соответственно, как вы можете видеть по фото, все виллы выполнены в современном ремонте, да, очень светлые тона, стиль лофт, и они действительно очень комфортны для организации отдыха. Как семей, что является большей частью, да, отдыхающих путешественников, семей с детками, так и индивидуальных путешественников, которые выбирают длительный период проживания. Тем более, как вы знаете, сейчас продлен был визовый режим как для граждан России, так и для граждан СНГ, и введена с недавнего времени так называемая виза для кочевников, то есть для людей, которые работают в отдаленном формате, и данные виллы, данные номера наших отелей будут прекрасно подходить для подобного формата отдыха и, соответственно, работы. На территории отеля работает очень скоростной Wi-Fi. Действительно, Wi-Fi очень быстрый, поскольку страницы загрешаются очень быстро, и многие гости, которые именно приезжали с целью удаленной работы, да, они это отмечали. Также есть большие плазмы, и самое важное, на каждой из вилл имеется терраса на крыше, где можно приготовить барбекю. Расскажу подробнее о категориях. Категории несколько. Описание подробно вы можете видеть на слайде. Как я говорила, виллы начинаются от 52 квадратных метров, и есть доступ, прямой доступ к бассейну, либо на территорию сада. Вот таким образом гости в любом случае используют бассейн, который находится в одном блоке, да, и напомню, что вилла разделена на 10 блоков. Таким образом, могут комфортно посетить бассейн. На территории виллы, в самой вилле внутри, есть оборудованная кухня, гостиная комната и обеденной зоной, ванные комнаты. Соответственно, если это уже двухкомнатные виллы, то в данном случае уже предоставляются две ванные комнаты. Здесь вы можете видеть, в отличие от первого слайда, категорию под названием премиум. Визуально они достаточно похожи, но, как я говорила ранее, отличительной особенностью является наличие кофемашины, да, вот о чем я говорила ранее, и микроволновой печь. Кроме этого, есть также двухкомнатные виллы, где можно разместить семью взрослыми детками, да, либо размещаются две семьи, такая практика тоже есть. Также премиум виллы, где уже предоставляется ранее указанное оборудование, печь, микроволновая печь и кофемашина. Да, и, соответственно, основной ресторан, о котором я говорила, ресторан «Коконат», где предоставляются блюда тайской кухни. Вот совсем скоро в Таиланде будет праздник День Матери, да, он также приурочен, если я правильно знаю, к дню рождения королевы. И, соответственно, в этом случае семейство, да, королевство, в таком случае коллеги всегда стараются приготовить, подготовить программу с национальными блюдами, чтобы гости могли попробовать локальную кухню, да, сделать, делают шоу. И всегда, даже если гости приобретают тарифы на базе завтраков, как правило, в основном мы предлагаем тарифы BB, можно также дополнительно под запрос приобрести тарифы на базе Half-Board и Full-Board. У наших партнеров данные опции доступны. Тот самый конференц-зал, о котором я вам рассказывала, и пляж. Анна, как раз вы спрашивали про пляж. Пляж отеля располагается в 350 метрах. Да, он не принадлежит отелю, это муниципальный общественный пляж, однако он является очень комфортным и имеет всю необходимую инфраструктуру. Добраться до пляжа можно как пешком, так и можно добраться на тук-туках, которые курсируют на постоянной основе из отеля до Dolphin Bay. Пляж называется Dolphin Bay. И здесь я хочу отметить, что он имеет очень комфортный и пологий заход. Таким образом, гости могут комфортно добраться до нашего пляжа. И этот заход является удобным также для деток. Плюс в регионе, если сравнивать, например, с остальными регионами, мы даже сравнивали карту приливов и отливов, они не такие явные. Даже вот сейчас, когда это период не сезона, мы с нашими коллегами находимся на постоянной связи, буквально недавно общались. Да, конечно же, бывают кратковременные дожди, тем более сейчас, да, в такой сезон, вне сезона, да, будет правильнее сказать. Но, тем не менее, загрузка отеля достаточно высокая. И действительно, гости, они отмечают, что нету вот этой ярко выраженной формы приливов и отливов. И медузы, да, они, конечно же, есть, морские обитатели, они, конечно же, имеются, но не в таком большом количестве. Плюс на территории пляжи есть очень развитая инфраструктура. Это возможность арендовать лежаки, это возможность арендовать зонтики. Плюс там же также есть точки питания, где можно приобрести продукты, водичку, да, что необходимо, ну и некоторые сувениры. Топ экскурсии, конечно же, когда гости приезжают в Таиланд, именно в регион Куахим, первое место, которое мы всегда рекомендуем посетить, это, конечно же, пещера сталактитов и сталагмитов. И это именно та пещера, если вы можете помнить, на первом слайде мы с вами смотрели парка Сам Рой Йод, где также раньше посещали, которые раньше посещали тайские короли. Это остров обезьян, это посещение фирмы лотосов, это прогулка по лодке, причем эти локации, я называю, они находятся в достаточно близкой приближенности по отношению к отелю. Это мангровые рощи, это прогулка на лодке, тот самый Цикада Маркет по циферке 6. Если мы говорим про более популярные направления, такие как Бангкок, Паттайя и так далее, где гости часто очень посещают храмовые комплексы, что является достаточно частой экскурсией, то здесь в Хуахин посещение храмового комплекса, вот по циферке 7 вы можете видеть, с 12-метровой статуей Будды, они являются комфортными для посещения, то есть здесь не бывает толп туриста, здесь можно спокойно прогуляться в комфортную погоду и таким образом насладиться этим отдыхом, не находясь вот именно в такой толпе. Самое интересное, что также есть на территории курорта, я имею в виду самого направления, как Хуахин, это экскурсии с гидом по виноградникам, и действительно вино, которое предлагается на достаточно высокого уровня, достаточно вкусное, и для нас, например, это было таким большим открытием. Что касается дополнительных экскурсий для деток, это могут быть дополнительно и сафари, ну и, конечно же, снорклинг, дайвинг, это все тоже дополнительно предоставляется. На этом по отелю The Beach Village мы завершили. Следующий отель, который я презентую, это Oriental Beach Bureau, но пока мы находимся вот в чате, отвечу на ваши вопросы. Не вижу в поисковике туроператора. Коллеги, если мы говорим о наших отелях, то на данный момент они имеются в разделе отели, то есть именно наземное обслуживание. Данные отели не предлагаются в рамках пакетных туров. Таким образом, сразу первыми в поисковике выходят наши отели, это The Beach Village и Oriental Beach Bureau. Вы можете найти их в поисковике. Я знаю, что первые даты августа были забронированы, там, может быть, стоп-сейлы номеров не будет в наличии, однако во все остальные периоды, в зависимости от дат, номера в наличии имеются. Пожалуйста, проверьте, Ольга, информация должна там также быть. Если будут какие-то сложности, вы можете обратиться к коллегам, либо по контактам, указанным здесь на презентации, я с удовольствием вам помогу. Анна, на ваш вопрос отвечая, я говорила как раз в середине презентации, что, конечно, приливы и отливы есть, но они здесь не такие явные, например, как в других регионах. Апрель-май – это будет комфортное время для по погоде. Вот сейчас летний период, он является таким более дождливым, и начиная со сентября, даже с середины сентября, да, и, конечно, уже весь зимний период, как и, в принципе, во всем Таиланде, это уже является таким самым high season периодом. Поэтому, если мы берем и такой период межсезон, апрель-май тоже может подойти для отдыха. Ольга, как раз, я думаю, на ваш вопрос я тоже ответила. Тарифы на аренду лежаков, в среднем это выходит порядка 5-10 долларов максимально. Точную стоимость я могу направить для вас. По запросу у нас есть специальные тарифы на все hotel services, которые мы предлагаем, с удовольствием вам направлю. Напишите мне, пожалуйста, Анна, я пришлю информацию. Да, Ольга, отвечая на ваш вопрос, растечения, конечно же, могут быть. Мы этого, да, не исключаем. Все-таки это природное явление. Мы здесь никак повлиять на это не можем. Итак, по отелю The Beach Village все. Если вкратце, то это 29 вилл, один ресторан, конференц-зал на 50 персон, небольшая переговорная на 8 человек и возможности для организации отдыха для индивидуальных туристов и для семей. Следующий отель, который мы с вами посмотрим, это The Rental Beach Pell Resort. Данный отель мы также представляем в России и странах СНГ. И они находятся на самом деле достаточно близкой доступности друг к другу, поэтому в ходе презентации будут некоторые моменты повторяющиеся. И я, в свою очередь, на них уже не буду так подробно останавливаться. Курорт Rental Beach – это семейный курорт. Если, допустим, The Beach Village, он также, да, имеют за счет вот этих 10 отдельно стоящих блоков такую большую приватность, да, то Rental Beach Pell, он тоже является четверкой. Мы его ориентируем на больше как раз с упором на семейный отдых. И здесь при создании данного курорта в основу была взята идея водоема. Если вы помните, на первом, при презентации первого курорта у нас бассейны располагались по блокам, да, то здесь бассейн, он как артерия соединяет все вилы, находится посередине ниже всех вил, и его площадь составляет 2500 квадратных метров. Там есть фонтаны, там есть водные горки для детишек, ну и для взрослых, конечно. Поэтому здесь именно формат такой общей доступной зоны, но при этом даже в рамках высокой загрузки не наблюдалось какого-то скопления большого людей, и гости достаточно комфортно могут отдыхать. Соответственно, по логистике аналогично, да, гости приезжают, прилетают в Бангкок, далее на трансфере. Он находится, Rental Beach Pell находится немножечко севернее по отношению к Бангкоку, да, соответственно, здесь плюс 10 минут ко времени, в целом, да, это те же 3, 3,5, чуть больше, 3,5-4 часа. Соответственно, расположен отель также на территории курорта Хуахин, в 40 километрах от курорта Хуахин и близ национального парка Сам Ройот, что переводится как гора 300 вершин. Ну, а в целом, именно в данном регионе, где располагаются отели, считается, что здесь самые вкусные ананасы. Это действительно так, мы пробовали. Курорт, напомню, располагается в 15 километрах от городка Прамбуре, так же, как и наш курорт The Beach Village Resort, и здесь можно купить свежайшие морепродукты, рыбу и приготовить вечером у себя на вилле. Количество вилл в данном курорте у нас составляет 29. Как вы видите, площадь вилл уже больше, от 69 до 300 квадратных метров. И, соответственно, здесь имеется бассейн. Дополнительно есть террасы на крыше, два ресторана тайской и интернациональной кухни, бару-бассейна. Здесь уже есть дополнительная детская игровая площадка, джим, спортивный зал. И, конечно же, предоставляется трансфер до пляжа Dolphin Bay. Вы можете видеть как раз по фотографиям природу, и в такое создается сразу умиротворение. Природа действительно очень красивая. Можно наслаждаться вечерние часы, за бокалом вина, за ужином. И вечером очень такой легкий бриз, свежий, достаточно свежий, такой немножечко даже охлаждающий. Поэтому здесь в более-таки пиковые горячие часы можно находиться, например, у бассейна, а уже в утренние часы или вечерние посетить непосредственно сам пляж. Интерьер всех вилл оформлен в современном европейском стиле. Также виллы категории премиум оборудованы дополнительно кофемашиной и набором для приготовления... кофемашиной, наборы для приготовления чая, кофе есть в каждой вилле. И микроволновой печью. Виллы также были полностью все оборудованы, полностью все обновлены, реновированы. Таким образом, они предполагают достаточно комфортный формат отдыха. Ну и, как вы видите, площадь отличается. Делюкс вилла и Делюкс премиум она уже располагает теми самыми компонентами, о которых я вам говорила ранее. Есть виллы с прямым доступом к бассейну, есть виллы также с выходом на террасу, есть виллы с выходом на сад. Более подробная информация есть также на сайте. И по стоимости, да, конечно, виллы отличаются. Ну и, конечно, самые большие виллы с личным, с индивидуальным бассейном. То есть помимо вот этого основного бассейна, который как от артерия по территории всего курорта, есть также частные бассейны у некоторых вилл. Например, самая высокая категория правит по виллу, она как раз имеет, состоит из таких двух зданий, и у них есть доступ к своему приватному отдельному бассейну. И здесь имеются уже три отдельные ванные комнаты и четыре отдельные спальни. Таким образом, здесь могут размещаться несколько семей. Здесь на фото изображен пул-бар. Помимо этого, есть ресторан Салабо, где предоставляется меню в формате а-ля-карт и предоставляется тайская и интернациональная кухни. Завтраки подаются в формате шведский стол, который включает достаточно разнообразные позиции и холодные закуски, горячие закуски. Есть также позиции для вегетарианцев. И также, как и на территории The Beach Village Resort, в нашем отеле Oriental Beach Pill также организуются различные тематические вечера, приуроченные к национальным праздникам. Здесь среди активности для детей помимо детской горки, которая есть, горки, водной горки, которая есть на территории самого бассейна, есть также детский клуб и площадка. Я покажу вам по окончанию нашей презентации видео, можно будет там увидеть. Есть также поле для гольфа. Плюс в аренду можно взять дополнительно детские и электронные водные мигборды и мини-скутеры. Ну и, конечно, оборудование уже для снорклинга непосредственно на территории самого пляжа и водных видов спорта. Также есть массажи, массажи, которые можно дополнительно забронировать уже за дополнительную плату, площадки для игры в питанг и бильярд. Пляж находится, ввиду того, что отель находится немножечко севернее, соответственно, пляж находится чуть-чуть дальше по отношению к отелю The Beach Village. Если от The Beach Village добираться 350 метров, то здесь расстояние составляет 900 метров. Ну и по фото вы как раз можете видеть тот самый заход в воду, как я говорила, является очень комфортным, особенно для деток. Ну, в принципе, для взрослых можно очень комфортно купаться. Многие приходят сюда на рассвете, чтобы заняться йогой, либо уже на закате. И, как я говорила, пляж оборудован, он является муниципальным. Это не пляж отеля отдельно, это муниципальный пляж, но он не является таким многолюдным. На экскурсиях не буду останавливаться подробно, поскольку об этом я уже говорила ранее. Отмечу лишь то, что они в основном располагаются в непосредственной близости к курортам. Таким образом, всегда можно организовать досуг для гостей. Про экскурсию очень важный момент обозначу тоже по окончанию нашей презентации, потому как у нашего отеля специально для Fun & Sun, наших отелей специально для Fun & Sun было разработано эксклюзивное предложение. Что касается различных активностей, о них я вам тоже упоминала, позвольте еще раз обращу внимание на контакты. Если необходимо будет дополнительная презентация, дополнительная информация, материалы, пожалуйста, обращайтесь, я буду рада все это предоставить. То самое предложение, о котором я говорила. Если совершается бронирование, сейчас с актуальной даты, с конца июля, начало августа, в принципе, предложение у нас уже доступно. Пока не ограничен booking период и stay период. Мы говорим исключительно по периоду размещения как раз в низкий сезон, то есть как раз до сентября. Мы предоставляем специальные тарифы на размещение в рамках низкого сезона со скидкой, а также бесплатно экскурсию на полдня. Это предложение является эксклюзивным, оно доступно исключительно для агентов туроператора Fun & Sun. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь за ценами непосредственно к туроператору. И опережая вот этот вопрос, что сезонность либо несезонность, да, действительно, можно наблюдать большее количество гостей в регионе, в самом Таиланде, в принципе, больше, скажем так, зимний период. Но сейчас, в последнее время, вот этот формат сезонности, он немножечко, скажем так, стирается, потому что можно наблюдать туристов. Вот, например, как я говорила ранее, общаясь с коллегами, они нам сказали, что первые числа августа они заняты, потому что в стране национальные праздники. И, конечно, в большей степени прибывают именно местные жители, да, имеют в виду жители Таиланда. Однако, например, уже начиная с августа, с сентября на постоянных рейсах прилетают гости из России, из Казахстана. Это, конечно, очень здорово, потому что регион становится более-более популярным. Это про историю более спокойного, умиротворенного отдыха, да. Здесь нельзя наблюдать каких-то шумных толп туристов, особенно вот если даже мы говорим про Цикада-маркет, да, например, или город Прамбуре. Здесь не будет наблюдаться вот большого такого столпотворения, какого-то некомфорта, дискомфорта, да, для гостей. Здесь абсолютно такой размеренный, спокойный отдых для жителей мегаполисов, которые хотят именно отключиться, поплавать в чистом море, насладиться вкусной едой, быть у себя на вилле, да, делать, готовить разные блюда на террасе, встречать рассветы, закаты. И в данном случае, конечно, это будет очень комфортно для гостей, которые выбирают именно такой вид отдыха. Теперь отвечу на ваши вопросы. Так, апрель, мы ответили, есть ли в сезон подводные течения? Мне кажется, я отвечала, да, про этот вопрос. Есть ли трансфер на пляж? Да, трансфер на пляж имеется. Он ходит несколько раз в день, если, напомню, до 4-5 раз в день на тук-туках. Гости также могут добраться. Либо также можно взять в аренду велосипеда и добраться также на велосипеда. Пообедать можно как в самом отеле. Напомню, что если мы говорим про Oriental Beach Bill, соответственно, здесь есть у нас салабо, это бар, где предоставляются снеки, и основной ресторан, где уже предоставляется меню а-ля-карт. В ресторане The Beach Village это ресторан Coconut. Если мы говорим про пляж, соответственно, да, там есть также полная инфраструктура, где можно заказать еду, также пообедать out, ну, я имею в виду вне отеля. Депозитная система, да, в отеле имеется. Для аренды масок, каякинга это все предоставляется также за дополнительную плату. Да, рядом есть инфраструктура. Недалеко от отеля располагается магазин 7-11. Также можно походить по территории самого курорта, именно до места расположения, да, где располагается наш курорт. Плюс, как я говорила ранее, основное такое место притяжения, конечно, это вот пещера Самрой-Йорк, потому что это действительно достояние самой страны. Я знаю, что даже господин посол Таиланда здесь, в Москве, он очень любит этот регион, и часто выбирает его именно как место для отдыха в Таиланде. Вечерняя анимация, да, как правило, они больше приурочены к датам высокой загрузки, на постоянной основе не проводятся, например, если мы говорим про период сейчас, да, в рамках текущего времени, да, однако в даты, например, вот как я говорила, в августе, да, будет национальный день матери, праздники, плюс на следующей неделе в понедельник тоже большой праздник государственный, конечно же, очень часто организовывают программу. Елена, да, рассказывала про медуз, да, конечно, они есть, но, как отмечают и гости, у нас была возможность с гостями пообщаться, в принципе, с коллегами, которые на курорте, их не так много, если сравнивать с остальными регионами Таиланда. Коллеги, пожалуйста, пишите вопросы, у нас еще будет два видеоролика небольших, после я напомню, что у нас еще будет розыгрыш, пока вы можете написать ваши вопросы в чат. Прошу прощения, сейчас буквально минуточку. Итак, первый ролик, это у нас будет отель The Beach Village Resort, который я показывала ранее. Пожалуйста, напишите мне в чате, что со звуком все в порядке. Включаем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Отлично. И еще один ролик отеля Oriental Beach Pierrel. Видела вопросы, открылись оба отеля в 2018 году. Карты отеля не принимает UnionPay, потому что они не всегда, оплаты не всегда, к сожалению, проходят. Поэтому было принято решение, именно данные карты к оплате сейчас, на текущий момент не предоставляются. Не принимаются, прошу прощения. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Обоих курортов. Оставлю еще раз контакты на случай возникновения вопросов. Отвечу сейчас, еще вижу, есть вопросы. Пожалуйста, София, напишите мне. Я с удовольствием вам направлю ссылки на наши видеоролики и, конечно, все материалы. В дополнение к вопросу об открытии, открывались они в 2018 году, оба отеля. Полную реновацию вилл категории «Премиум» прошли в 2023 году, в прошлом году. И сейчас также запланированы и проводятся некоторые косметические больше работы, которые никак не влияют, конечно же, на отдых гостей. Поэтому, скажем так, в ходе операционной деятельности в любом случае проводятся те или иные работы. Итак, повторю еще раз про наши спецпредложения. Букинг период, именно период бронирования мы на данный момент пока не лимитируем. Я имею в виду даты окончания. То есть предложение доступно для бронирования уже сейчас с проживанием до конца года, до 31 декабря. При проживании минимально от 7 ночей предоставляется, во-первых, скидка на размещение в отеле. Второй момент, именно в рамках низкого сезона. Второй момент – это бесплатная экскурсия на полдня для всех гостей, проживающих в номере. Соответственно, если это взрослые дети, соответственно, для всех гостей. Предложение доступно для бронирования у наших партнеров. Прошу вас проверить эту информацию, проверить в своей системе доступность этого спецпредложения. Если какие-то даты будут закрыты, значит, это связано исключительно с высокой загрузкой отеля. Но я общалась буквально недавно. Есть номера и на начало декабря, и в последний месяц декабря. Поэтому есть возможность забронировать предложение. Мы пока оставляем, оно доступно. Поэтому, пожалуйста, поторопитесь. Есть возможность, конечно же, предложить гостям отдых в отеле по очень привлекательным ценам. Если на данном этапе никаких вопросов у вас нет, оставляйте, пожалуйста, обратную связь. Это очень важно. Надеюсь, что вам понравилась презентация наших отелей. Мне удалось немножечко вас познакомить с регионом Хуахин, рассказать вам новости, в частности, о наших отелях. И я буду рада сейчас провести розыгрыш. Он будет в формате вопроса. Вопроса. И нужно будет первоответивший. Это будет один вопрос. Первоответивший получит приз от наших партнеров Fun&Sun. Для того, чтобы его получить, нужно будет написать вот на эту указанную почту. Итак, вопрос. Какие фрукты являются самыми вкусными в регионе Хуахин? Надеюсь, что вы все слушали внимательно презентацию. Прекрасно. Я рада, что меня все слушали. Да, я вижу, что у нас есть первый победитель. Анна, поздравляю вас. Ура! Вы, пожалуйста, свяжитесь с партнерами Fun&Sun для того, чтобы получить ваш заслуженный приз. Ну, а я была рада провести с вами эти 40 минут. Остаюсь на связи. Буду рада помочь в случае возникновения вопросов. Еще раз оставлю свои контакты. Ну и, конечно же, желаю всем побывать в нашем замечательном регионе Хуахин. Таком еще неизведанном, не таком популярном, но интересном, необычном, нетипичном. Который, конечно, искренне ждет наших гостей. И я, в свою очередь, остаюсь на связи. Буду рада помочь, если возникнут какие-либо дополнительные вопросы. Всем отличного дня. До свидания.